Областная общественная палата начала сегодня процедуру выборов своего представителя в состав Федеральной общественной палаты. С первого раза никто из претендентов не набрал нужное число голосов. Развязка интриги отложена пока до понедельника. Давайте без лишних эмоций не до 12 ночи. Таким пожеланием открылось собрание новгородских общественников. Им предстояло выбрать коллегу, который будет отстаивать интересы нашей области в составе общественной палаты страны. И вот чего ждут члены общественного объединения региона от будущего федерального представителя. Больше внимания в Новгородской области это однозначно. Ну и чтобы вопросы, которые выносит здесь общественная палата, доходили куда-то, в Москву, и как бы помогать решать эти вопросы. Не просто так, что вопрос поставить. Тех действий хочется, которые пойдут на пользу Новгородской области. Все Новгородской области, включая все районы. Получить бы больше прозрачности, возможности привлечения средств, предположим, с помощью тех же грантов федеральных. Пока регион представляет Максим Григорьев. К слову, его имя оказалось и в списке нынешних претендентов. Всего их шесть. Среди них Нина Костенко, Юрий Будылев, Оксана Александрова, Алексей Лихацкий. Также выдвинул свою кандидатуру и председатель региональной общественной палаты Александр Мамулат. Я понимаю, что привычная надежда, что придет барин или придет депутат и все решит проблемы, это нереально. Моя задача сейчас, если коллеги поддержат меня, она будет состоять в том, чтобы все те инициативы, которые есть у нас, они у нас есть, очень хорошие инициативы в общественной палате, вообще среди некоммерческих организаций, среди малого и среднего бизнеса, они были доведены до общественной палаты федерации. Представитель региона избирается тайным голосованием. Победитель должен набрать не меньше 16 голосов. Однако сделать это нынешним кандидатам сегодня не удалось. В лидерах оказались Александр Мамулат, 14 голосов, и Максим Григорьев. За него проголосовали 12 человек. Один бюллетень оказался испорчен. Выборы решили перенести на понедельник. Добавим, что формирование нового состава общественной палаты страны было инициировано президентом Владимиром Путиным 21 февраля. В течение месяца субъекты должны определиться с кандидатурами. Таким образом, если до 21 марта это не будет сделано, наш регион рискует остаться без своего федерального общественного представителя. Юлия Бабич, Евгений Васильев. Новости Новгородское областное телевидение.